Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 12 марта. Итак, биткоин у нас пробил очередной исторический хай и в моменте достигал отметок около 72,5 тысяч долларов. Сейчас торгуется около 72 и, на мой взгляд, возникла такая небезопасная ситуация для BTC. Есть, как бы, некоторые опасения относительно его дальнейшей динамики. А во всем по порядку. Сегодня помимо биткоина также рассмотрим топовые альты. Да, у нас движение Тонкоин телеграмовский и XRP, что бывает один раз в миллиард лет. И вот вчера был как раз такой день. Посмотрим, к чему это все приведет и куда котировки уйдут. Итак, начинать будем с биткоина. Посмотрим, что у нас здесь. Думаю, вы, как и я, обратили внимание, что динамика по BTC такая, не сказать, что внушительная, но динамика предрекающая в каком-то плане истинный пробой диапазона 70 тысяч долларов практически не привела никаким движениям по альтам. Более того, динамика по подавляющему большинству альтов у нас в среднем отрицательная. То есть мы даже на фиксации биткоина, то есть по сути со вчерашнего дня, со вчерашнего полдня, наверное, да, правильнее сказать, у нас биткоин находится примерно в одном диапазоне. То есть по сути эта пауза, она в среднем дает возможность очень часто альткоинам показать какой-то прирост, либо немного подтянуться, но альткоины у нас стоят на месте. Так вот, в одной из книг, по-моему, древняя книга, по-моему, 70-х годов, она называется «Разумный инвестор», про такие ситуации писали, как узкий рост. Узкий рост в большинстве случаев это не очень хороший признак. То есть когда у нас растет из всего спектра рынка всего лишь несколько активов, это называется узкий рост. И узкий рост, он означает, что часто это не истинный пробой диапазона, а значит может нас ожидать в обозримом будущем некий сквиз или, возможно, ну, просто какая-то длительная консолидация или какой-то уровень снижения для того, чтобы здесь подбить всех покупателей, которые здесь, ну, очевидно, радостно залетели на пробой 70 тысяч долларов, но, как мы видим, сейчас пока динамика никакая не развивается. Не скажу, что это будет гарантированно или что ситуация какая-то критическая, скажем так, склоняющая к тому, чтобы там что-то сильно и активно закрывать, но немного тревожная. Поэтому я бы, наверное, задумался над тем, чтобы по альткоинам, по которым сейчас висит неплохая прибыль, под неплохое, подразумевая там более, например, 50%, что-то, возможно, легонечко зафиксировать и, скажем так, немного подготовить кэш, особенно если вы набиты под завязку сейчас, то есть если у вас там прибыль и у вас фактически нет кэша, возможно, скажем так, не самым плохим решением будет немного этого кэша взять, но совсем немного, то есть без каких-то таких глобальных закрытий, потому что есть некоторое ощущение, что на снижении возможном на сквизе альткоины еще сильнее могут просесть, чем там 5-10%, которые они показали и, возможно, дают точки входа получше. Но это лишь теория и, скажем так, она не прям подтверждается как-то графически, то есть мы не видим здесь никакого грубого паттерна по биткоину, разве что мы немного уперлись просто в верхнюю границу вот этого вот диапазона. Но я скажу так, в принципе, с подобного очень часто биткоин ускорялся, но даже проблема в том, что если он пойдет даже к нижней границе, как, например, это было вот в этой структуре или, например, как вот здесь, когда биткоин у нас упирался в 70 тысяч, то это довольно сильно подобьет эти позиции альткоинов и они довольно сильно просядут, потому что это, ну, они воспримут просто как тревожный сигнал и продавцы активизируются. Если вас этот риск не пугает, если вы, например, просто какой-то долгосрочный инвестор, типа ждем там ультра-хайов и спокойно держим, то вы это и особо не почувствуете. Но с точки зрения краткосрока это как бы, ну, небезопасная ситуация. Также хочется сказать, что в контрпозицию, да, вот этой теории есть, в принципе, ситуация, которая складывалась при пробое 20 тысяч долларов в прошлый раз, да, то есть это, напомню, был предыдущий хай. Так вот, цена там также прошла после 20 тысяч примерно около 3 тысяч долларов и такую же консолидацию поймала, причем поймала на нее на раз, два, три, четыре, пять, шесть на неделю практически. Цена у нас никуда не двигалась и после этого начала расти. Поэтому говорить о том, что как бы это признак, который даже не заметен на более крупном графике, нарушающий вот эту вот всю структуру, наверное, не приходится. То есть это просто, наверное, как лишняя перестраховка от негативной ситуации, связанной с узким ростом рынка. Теперь посмотрим немного на эфир. Естественно, что здесь ситуация аналогичная, тоже немного он замедлился. Пробил 4 тысячи, но особо далеко не ушел. А значит и, ну, я бы сказал, что здесь ничего интересного, ну, не подразумевается. Что бы я, возможно, здесь сделал? Смотрите, это вот я такой радостный, да, вот у меня там эфир набран по 2, там, 400, да, и я там думаю только где его закрывать. Но у кого-то эфира, например, нет. В этом случае я бы, возможно, воспользовался ситуацией потенциального снижения и посмотрел бы на ретест уровня 3 500 или, возможно, более глубокий ретест типа 3 400, 3 450. То есть, если такой сквиз возникает, нередко можно будет попробовать, в общем-то, здесь его подобрать. Это заметно ниже текущих цен и дает нам больше потенциал для развития, значит, этой позиции и для, возможно, дальнейшего усреднения. Потому что, если, ну, это происходит, то, в принципе, очень-очень неплохая цена. Теперь, значит, тон, наконец-то, да. У меня его довольно много было набрано. По-моему, вторая по силе позиция из альткоинов после эфира. Мы с вами его обсуждали многократно, да, что он вот здесь вот так вот консолидируется, скорее всего, будет пробивать. Вроде как пробой состоялся, не очень сильный. В моменте около 40% он дал, сейчас около, там, 30%. Думаю. Задали вопрос, в том числе, сегодня в комментариях в Телеграм-канале, что с ним делать. Честно говоря, тяжелое решение. С одной стороны, мне бы вообще не хотелось от него избавлять в обозримом будущем. И даже готов посидеть там просадки, и готов посидеть даже уход в минус, вероятно, и все остальное. Просто потому, что мне кажется, что, как бы, его, ну, потенциал значительно выше, чем текущие котировки. Тем более, по сравнению с монетами, которые, ну, вообще никакого фундамента не имеют, да. А Телеграм у нас хочет выйти на IPO с потенциальной оценкой 30 миллиардов. По-моему, если мне не изменяет память, даже капитализация токена сейчас больше. По-моему, на миллиардов 40 или 50. Но суть в том, что эти цифры, они не особо коррелируют. То есть, это, в принципе, просто означает, что, как бы, токен интересен. И вчера на новостях, в общем, он подорвался, по-моему, процентов на 15. И сегодня продолжил рост. Скорее всего, как бы, будет коррекция. Возможно, даже коррекция снова в ретест точки, которые мы, от которой мы начали покупать. Но я готов посидеть. Опять же, я готов посидеть хотя бы на x2, то есть на 5, на 5 плюс долларов. Если же у вас позиция была больше спекулятивная, такая, не как у меня, то я думаю, что, в принципе, текущие котировки подходят для того, чтобы кусок зафиксировать. Все-таки рынок сейчас по альткоинам не самый активный. То есть, видите, они как-то так немного корректируются и на росте биткоина, и на нейтральном биткоине. А если будет снижение биткоина, то, возможно, как бы, пауза затянется, а, возможно, и коррекция будет. То есть, в этом случае, ну, неплохо тон зафиксировать. Типа процентов 30-40, а остаток просто подержать, посмотреть, что будет дальше. И, в случае чего, воспользоваться, как бы, снижением для добора. Так, теперь, XRP. У нас сегодня просто полуцкульный набор, ну, кроме тона, наверное. И, значит, что по XRP. Вчера такой подрывчик, 20% он подрос. Я было, обрадовался, да, что, наконец-то, позиция там вышла какой-то приличный плюс. У меня вот она набрана где-то по 52-53. В общем, давно уже она висит, еще с января месяца. И здесь там, ну, я делаю процентов 30-35 показало. Конечно, вообще не то, чего я ожидал. И, в принципе, от этой позиции, и от Ripple вообще. Поэтому даже фиксировать ничего не хочу. Готов просто пересиживать и ждать. Если же у вас, опять же, ну, как в случае с тоном, например, идея больше среднесрочная, краткосрочная, я бы все равно не фиксировал, честно говоря. Мне кажется, что мы должны увидеть хотя бы там 80-85 плюс. И фиксация здесь, если только незначительной части, просто на повторение вот этого вот хая, если мы его не преодолеем, и если вас смущает снова толкаться там на протяжении нескольких месяцев в боковом диапазоне. Просто потому что Ripple-то, неправильно сказать, некуда падать. Но просто он и так находится вблизи своих, там, минимальных значений, куда особо не прирос. И, ну, я бы не сказал, что нам есть глобально чего здесь бояться. Так, теперь, значит, по лайту. У нас он есть, да, тоже, оно тоже, развитие очень скудное, очень медленное. Врали мы его по 80, если мне память не изменяет. И сейчас, вы видите, было там чуть больше 100. Опять же, фиксации никакой нет, и не вижу смысла делать. Мне кажется, что мы должны хотя бы рассчитывать на перехай вот этот и на отметке 117-120. И только после этого что-то новое придумывать. То есть, если здесь развитие после 120 не будет крыться. Если же развитие будет, то это означает, что пошел в ход реализация вот этой вот зоны накопления и существенный прирост. А значит, ну, как бы держать. Очевидно, зачем его вообще закрывать. Вот и все. Что касается общего впечатления от рынка на текущий момент времени. То есть, у нас биткоин в какой-нибудь небезопасной ситуации, назовем это так. Если вы долгосрочный холдер, если вас интересуют только большие деньги, то, наверное, вас это не побеспокоит. Но с точки зрения именно каких-то среднесрочных индикаторов рынка, у нас наблюдается определенный застой и отсутствие развития роста. И если это не покажет нам в ближайшие дни вот этот вот самый рост, то, возможно, отправимся на такую внушительную коррекцию. Если же этого не произойдет, ну, считайте, пронесло. Я только за. Вот и все. У меня на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не интересует то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока.